Люди огня Ян, огня Инь. Что для вас пришло? Какая энергия для вас пришла? Энергия ресурсов, да, вот, ресурсы, недвижимость и энергия самовыражения. Это две хорошие энергии. Но когда они под контролем друг от друга, друг у друга, корректнее сказать, да, тут человек что-то хочет сделать, вот, что-то хочет сделать, движение, да, вот тут голова подсказывает мысли в голове, нет, это не надо делать, это не получится, не хватит сил, ты не сможешь. И когда вот это вот те периоды вот этой мысли-мешалки нашей, когда мы не можем действовать, мы начинаем действовать, а оно контролируется нашими мыслями, очень порой это неплохо, да, мы всегда должны перед тем, как что-то делать, мы должны думать, но делать. А тут, получается, прям идёт сильный контроль. Если это у нас курс был рождение ребёнка, и вот когда приходит косая печать, ну, это косая печать, например, для людей огня, и контролирует энергию ребёнка, а для людей огня энергия ребёнка – это земля. Очень часто бывают потери беременности, потери ребёнка этого, то есть это нехороший период, особенно для беременных. Значит, что? Какая есть подсказка, если люди огня, ян, какая есть подсказка? Пораньше поехать к врачам своим, да, то есть нам подсказывает энергия. Абадзея – это прям уникальный ключ, это уникальное наше руководство к действиям. Да, например, женщина огня, ян, она, например, беременная, например, и пришёл такой период, нехороший период для рождения детей, для рождения проектов, потому что ребёнок под контролем, очень сильный. Мы не любим эти контроли. Бывает, что они полезны. Не хочу, чтобы вы сразу сделали вывод, что мы всегда не любим контроли. Бывают контроли полезные. Ну, в общем, значит, что надо сделать? Надо, чтобы люди огня, ян, посмотрели, ну, во-первых, на состояние, что это для вас, если это какой-то проект, он может не пойти, потому что вы затормозите. И сам по себе ресурс – это очень нужный элемент, очень нужный. Это наши мозги, да, то есть мы наши, ну, мы продумываем, когда ресурсов, ну, я не скажу, что плохо, когда их кладьте, нет, я скажу о том, что когда с ними какая-то проблема, это сложности. А самовыражение – это вот наши действия. И как я всегда говорю, что ресурсы – это педаль тормоза, а самовыражение – это педаль газа. И мы, конечно, очень, нам нужно в машине та и другая педаль, да, иначе произойдет авария. То есть должен быть баланс вот этих аспектов, этих явлений. Но нота контроля здесь мощная, поэтому еще разок обращу внимание, люди огня Ян, особенно это касается, если женщины, либо даже это может быть какой-то бизнес, потому что бизнес-проект, зарождение – тоже такой не самый лучший период, когда идет контроль нашего действия. То есть мы не едем, мы стоим на месте, да, у нас всегда педаль тормоза включена в машине, не включена, мы на нее нажимаем в машине, и машина не движется вперед. Соответственно, люди огня Ян, огня Ян, уже сюда же подключаем, могут чувствовать нотки лени, да, нотки «Ой, как все плохо в нашей жизни», «Ой, очередные какие-то законы», «Опять не могу действовать», и вот эти все мысли будут мешать вам действовать. Соответственно, тут что надо сделать? Тут надо продумать, да, вот есть такие-то сложности, а что я могу сделать? А я могу сделать там, почему говорю «что я могу сделать?» Потому что какое здесь связующее звено, что здесь приостанавливает этот контроль, чтобы дерево не контролировало землю, что нужно? Нужен огонь. А огонь – это человек, да, то есть это человек, он включает, да, вот у него есть такие знания, у него есть такие действия, а чтобы не было контроля, надо совместить, чтобы педаль газа и тормоза в машине работала, должен сесть водитель и понимать, когда надо нажимать на газ, когда надо нажимать тормоз, и тогда он доедет до своей точки, которую он планировал. То же самое для людей «одня Ян», людей «одня Инь». Надо контролировать, когда приходят ресурсы, это приходят знания, и вот эти знания надо проанализировать. Какие корректные, а где информация некорректная, сейчас же только открою интернет или там каналы, и столько всего прочитаешь, особенно что касается нашей политики, то тут вообще можно залезть в депрессию такую мощную и вообще никуда не выходить. Поэтому вот вы должны сразу подключать, это очень касается людей огня, потому что пришли ресурсы, это пришли знания какие-то, которые контролируют ваши действия. Вот так вы себе и фиксируете. И дальше вы понимаете, что вы, как вам действовать. То есть мы включаем в себе разумного человека и анализируем. Не смотрим на канал определенный, и все, и понимаем, что жизнь закончилась в этом мире, а включаем свой грамотный подход. Что еще, о чем это еще говорит? Когда приходят ресурсы для людей огня, это дерево, ресурсы, это еще здоровье. То есть из-за наших глубоких мыслей, из-за наших погружений может у нас портиться наше здоровье. Это очень, это и не просто из-за мыслей, здоровье, из-за каких-то внешних факторов. То есть люди огня должны обратить внимание на свои, но они в любом случае обратят, потому что хочешь не хочешь, но заблаговременно, на свой эмоциональный фон, ресурсный фон, мысли, которые в голову поступают, знания, которые в голову поступают. Потому что эти все знания могут контролировать ваши действия. Дальше. И, кстати, в полезном элементе, если для людей огня, дерево пришло полезное, да, оно тоже контролирует самовыражение. Полезное, оно не полезное. Но возможно, возможно, у вас карта слабая, у вас очень много самовыражения. Возможно. И тогда пришли знания, которые, наоборот, вам помогут. Что значит, когда карта слабая, много самовыражения? Это означает то, что у вас очень много желаний. Сегодня вы хотите одно, через полчаса вы другое, завтра вы себя в виде блогера, послезавтра вы, там, что-то еще. И вот когда вот много самовыражения, это и хорошо, и плохо. То есть это действий. Действий много. Но они не продуманы. И поэтому в слабых картах, еще раз, слабость тела – это не характер, это терминология. И поэтому в слабых картах очень полезно, когда приходят ресурсы. Это приходят вот те знания, которые говорят человеку, нет, подожди, какой салон красоты, ты вообще в этом не разбираешься. Да, ты где-то прочитала бизнес-план, например, в интернете, или там делаешь, допустим, маникюр, и у тебя все хорошо получается, и тут решаешь, все, я теперь открою салон. Но ты еще не знаешь административные все вопросы. А это еще целый пласт информации. И вот когда приходят такие ресурсы, они подсказывают, а вот пойди вначале получи знания, знания там, как вести бизнес, знания как это, и потом ты сможешь открыть. И вот такой период, это будет очень-очень хороший период для людей огня с слабыми картами. То есть самовыражение, которое, как вот те лошадки, которые в разные стороны бежат, да, вот эту лошадку отпустили, она и туда хочет, и туда, и туда хочет. А тут пришли вот эти знания, которые говорят, нет, подожди, не беги сегодня вправо, влево, и вообще во все стороны. Остановись, получи эти знания, и тогда все будет хорошо. Поэтому, в принципе, мы не можем сказать, что для всех людей огня будет там плохой период, потому что косая печать, то есть ресурсы контролируют наши действия. Для кого-то это будет очень хорошо. Ну, а для кого-то это будет не сильно, потому что, допустим, сильная карта, человек и так мало движений, да, вот у него знания есть, есть, а он считает, что он еще должен что-то получить, какие-то знания. Он уже прошел, давайте, раз мы уже начали про салон красоты, он уже прошел там одни курсы, прошел другие курсы, прошел третий курс, он уже умеет и это, и это, но он считает, нет, я все равно не так хорошо это все знаю, мне надо еще знания. И так этот человек все учится, 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 читает, читает, читает о других людях, как другие зарабатывают, но сам не идет, потому что, когда ресурсы контролируют, ресурсы, наша голова контролирует наши действия, мы лежим на кровати, или сидим на диванчике, и читаем, изучаем, изучаем, изучаем. Это очень часто бывает в картах умных очень людей, да, вот они изучают одну книгу, изучают вторую книгу, но они не действуют. И вот они начнут хорошо зарабатывать и хорошо себя чувствовать, когда придет период самовыражения и смогут действовать, да, вот у них уже есть база знаний, мощная база. И просто вот нужен вот этот толкатель, который с дивана иди работай. Это для сильных карт. Для сильных карт вообще очень хороший, когда период приходит самовыражения, очень хороший. Для слабых карт очень хороший, когда приходит период ресурс. Они так всегда готовы встать и пойти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова